Здравствуйте! В эфире телеканал СБС выпуск новостей. В студии Олег Амирвеков. В начале коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голос армянского лобби. Кубинский американец, обокатившийся благодаря щедрым подачкам от армян, заинтересовал правоохранительные органы Соединенных Штатов. Против его начато расследование по делу о коррупции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева приняли участие в открытии в столице отеля The Ritz-Carlton Баку. Высота 33-этажного отеля составляет 130 метров. В отеле Ritz-Carlton Баку имеются 190 просторных гостевых номеров, люксовые апартаменты, рестораны, фитнес- и бизнес-центры, а также конференц-зал для проведения различных мероприятий. Уже вторую неделю на участке дороги Шушахан-Кианды проходит акция протеста экоактивистов и представителей неправительственных организаций. Демонстранты выступают за организацию мониторинга месторождения государственными структурами. Азербайджан и требуют встречи с командиром российского миротворческого контингента. Один из главных лозунгов мирной акции – конец экоциду в Карабахе. Ситуацию на месте отслеживает наша коллега Эльмира Мусазаде, который выходит сейчас с нами на прямую связь. Эльмира, здравствуйте! Что происходит сейчас на месте проведения акции? Есть ли какие-то новые требования у участников? Здравствуйте, Олег! Да, вот сейчас мы видим, что акция продолжается уже восьмой день подряд, уже восьмые сутки. И вот, несмотря на то, что дорога открыта, участники продолжают стоять на своих местах и продолжают скандировать лозунги. У них в руках мы видим плакаты с теми же требованиями, что и все эти восемь дней. Участники выступают за сохранение природы, за стопы к экоциду, а также за то, чтобы Лачинская дорога использовалась исключительно в гуманитарных целях. И вот как раз, говоря про гуманитарные цели, мы видели сегодня, что несколько дней со стороны Азербайджана была продемонстрирована приверженность именно к гуманитарным миссиям. В частности, сегодня несколько раз проезжала колонна российских миротворческих сил, временно дислоцированных в регионе, колонна обеспечения. Также проезжала армянская скорая помощь в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Вот их машина тоже проезжала отсюда. А сегодня утром мы стали свидетелями, наша съемочная группа стала свидетелем того, как гражданские лица, семья одного из миротворцев, временно дислоцированных в регионе, спокойно, пешком перешла вот эту дорогу, Лачинскую дорогу, на которой мы сейчас находимся, на которой проходят все эти восемь дней эти акции. И абсолютно беспрепятственно перешла эту дорогу, никаких препятствий здесь не было. Наоборот, вот на кадрах даже видно, как азербайджанская сторона помогает этой семье, потому что там были маленькие дети, коляска. И, соответственно, вот все это говорит о том, что все эти разы, то есть не только сегодня, но и до этого, мы видели, как абсолютно беспрепятственно проезжают машины, абсолютно безо всяких ограничений можно здесь проехать. И более того, азербайджанская сторона говорила о том, что готова предоставить любую помощь, которая нужна как российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному в регионе, к примеру, медицинская, здесь на территории, где проходит митинг, есть медицинский пункт, так и армянам, которые проживают в Ханкян-Ви, ведь действительно, приверженность таким гуманитарным акциям, она не знает национальности, и в Азербайджане никогда не делили людей на национальности. Мы знаем, что Азербайджан — это многонациональная страна, где все имеют равные права и свободы, точно так же, как и армянское население, которое живет в Карабахе, в случае, если оно примет гражданство Азербайджана, то будет иметь абсолютно такие же права, как и любой другой гражданин этой страны. Ну вот, говоря про саму акцию, она действительно продолжается уже восьми сутки, и сегодня тоже, так же, как и в предыдущие дни, прибывали новые люди, и вот нам удалось в том числе поговорить с некоторыми экологами, которые рассказали о том, что не только непосредственно специалисты в этой области интересуются тем, что здесь происходит, и интересуются состоянием земли, состоянием природы в Карабахе, но и, помимо этого, так же маленькие дети, которые уже понимают, что в будущем именно им придется сталкиваться с этими проблемами, когда разграбляются природные ресурсы и уничтожается окружающая среда. Дайте посмотрим. Наша организация участвует в этой акции с первого дня, то есть наши сотрудники здесь. И мы также, как общественная организация, поддерживаем эту акцию и всеми силами стремимся помочь. В чем сегодня заключается наш приезд тоже сюда? Мы приехали вместе с иллюстрациями, с рисунками наших детей, активистов, эко-активистов. Они нарисовали рисунки, которые после того, как прошли основы экологии, то есть они занимаются по экологии, являются волонтерами, также экологами, и они нарисовали те темы, которые их сейчас беспокоят, и они хотели бы присоединиться к акции. Так как они не могут присутствовать здесь, но они нарисовали такие рисунки, демонстрируя то, что они тоже здесь вместе с окружающей средой. При этом требования, которые выдвигают участники акции, они действительно очень серьезные и действительно отражаются не только на регионе, не только на Азербайджане, но и на всем регионе. И об этом говорили в том числе и экологи, специалисты в этой области, которые сталкивались с этой проблемой на протяжении 30 лет оккупации, и сейчас, уже после окончания Второй Карабахской войны, мы видим, что продолжается разграбление природных ресурсов Азербайджана. Азербайджанские специалисты рассказали, почему это такая важная проблема, и почему они делают все, чтобы эти митинги действительно привели к положительным результатам. Давайте посмотрим. Одно из требований, которые здесь излагаются, это допуск на наши территории, на нашей земле, тех организаций, которые являются специализированные на охране окружающей среды, государственные учреждения, в том числе и общественные организации, которые проводят независимый общественный мониторинг. И эксперты-экологи, конечно, как и в нашей стране, так и во всем мире, это везде обычное явление, когда биологи, экологи, те люди, которые специалисты в области мониторинга. Я очень рада, что здесь вместе с нами, с экологами, очень много молодежи, очень много молодежи, которая очень активна. Это разные волонтерские организации, их у нас много в стране, это экологические волонтеры, это даже студенты. Никогда нельзя говорить о том, что происходит в одной стране или даже в регионе, что оно влияет только на одну точечную страну или точечный какой-то регион. Глобальные процессы, особенно связанные с загрязнением окружающей среды, такие как изменение климата, загрязнение, трансграничное загрязнение водоемов и рек, например, сокращение биоразнообразия. Это все опасно, очень опасно. В требования азербайджанских экоактивистов, а также представителей неправительных организаций входит в первую очередь то, чтобы мониторинговая группа Азербайджана провела свои работы на двух месторождениях, это Газелбулах и Дамерли, но помимо этого, также здесь звучат призывы к тому, чтобы азербайджанская делегация имела возможность, азербайджанская мониторинговая группа имела возможность исследовать те вопросы, которые их беспокоят на территории временного размещения российских миротворческих сил. Ведь действительно, с экотеррором, с преступлениями в отношении Азербайджана азербайджанская сторона сталкивалась на протяжении 30 лет конфликта, 30 лет, что азербайджанские земли находились под оккупацией, и то, что сейчас продолжаются такие преступные действия, не может не беспокоить и, в частности, мониторинговая группа, она замечает очень много нарушений, которые нужно прорабатывать, которые нужно систематически решать, для того, чтобы в будущем можно было сохранить природу этого прекрасного края и не допустить еще большего вреда экологии. Нам удалось поговорить с представителями мониторинговой группы, некоторые из них, в том числе, отслеживали ситуацию при помощи спутниковой связи. Давайте посмотрим. Вот уже восемь дней, как члены нашего общественного движения участвуют в этой акции. Мы хотим донести, что загрязнять экологию нельзя. Это очень опасно не только для того региона, но и для соседних районов и даже стран. По снимкам, сделанным Азерспейс, можно увидеть, какие изменения происходили в Карабахе во время и после оккупации этих земель. Там же не осталось камня на камне. Мы здесь, чтобы нас пустили на те территории, и мы смогли провести необходимые исследования. Может, мы еще успеем что-то спасти. Проведение экологического мониторинга – главная причина, по которой здесь находится наше общественное движение. Стоит отметить, что эко-мониторинг нужно проводить регулярно, и этот глобальный процесс охватывает проведение исследования почвенного покрова, воздуха, водных ресурсов. Незаконное проживание и деятельность армян в Карабахе привели к ужасным последствиям. Это настоящая экологическая катастрофа. Для того, чтобы не допустить такой экологической катастрофы, для того, чтобы сохранить природу Карабаха, для того, чтобы передать ее в лучшем состоянии для будущих поколений, именно для этого здесь и проходят уже восьмые сутки эти протесты, это мирная акция. Но при том, что действительно требования у митингующих серьезные, нужно отметить, что все это проводится в достаточно позитивном ключе. Здесь очень часто звучит музыка, звучит композиция азербайджанских классиков, в том числе и те мелодии, которые, я уверена, будут знакомы в том числе и российскому миротворческому контингенту. Ведь здесь очень часто, к примеру, звучит композиция Муслива Магабаева, в частности, «Синяя вечность», я думаю, эта песня известна каждому, с постсоветского пространства уж точно. И вот поэтому такими своими акциями, своими такими действиями азербайджанская сторона демонстрирует, что она готова к миру и к диалогу. И вот эта акция, она носит исключительно мирный характер, направленный на диалог, процветание и безопасность в регионе. Но вот несмотря на то, что сейчас разгар зимы и погода довольно морозная, я бы сказала, все-таки местность здесь горная, горный рельеф. Тем не менее, участники акции продолжают пребывать. И с каждым днем мы видим, что здесь, во-первых, видим здесь новые лица, а во-вторых, мы видим, что их становится все больше и присоединяются к акции как волонтеры, так и люди, которые непосредственно связаны со сферой экологии. Наша съемочная группа продолжит отслеживать ход этой акции и передавать оперативную информацию. Олег. Большое спасибо Эльмире. Эльмире Мусазадена была на прямой связи с нашей студией, с участка дороги Шушахан-Кианды, где уже вторую неделю проходит акция протеста экоактивистов и представителей неправительственных организаций. Участники мирной экологической акции на дороге Шушахан-Кианды призывают остановить незаконные действия армян на азербайджанских землях, разграбление природных ресурсов, а также прекратить минный террор. Протестующие выступают с требованиями предоставить информацию обо всех минных полях, установленных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. По словам активистов, Армения намеренно выбирает в качестве мишени человеческие жизни, пытается помешать постконфликтному восстановлению, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома. Цель моего участия в данной акции – это требование положить конец деятельности сепаратистов по отношению к разграблению природных богатств территории, которые находятся под наблюдением российских миротворцев. Я требую положить конец экотеррору, который сепаратисты проводят на наших землях. Мы знаем, что мины армянского производства намеренно устанавливаются в местах, где мирные гражданы занимаются сельским хозяйством, посевом. Мы обращаемся к международным организациям, к различным государствам, чтобы они оказали нам поддержку в предотвращении минного террора Армении. Наша цель – поддержать свой народ. Как вы знаете, наши природные богатства грабятся со стороны сепаратистов. И мы хотим положить конец этому. Как вы знаете, на освобожденных территориях установлен 1 миллион мин, и мы требуем, чтобы нам дали минную карту для очистки наших территорий, чтобы жертв стало меньше, чтобы мы смогли провести восстановительные работы на этих землях. Я попал под мину, установленную под руководством сепаратистского режима. Я одна из тысяч жертв. Сегодня я примкнул к акции, чтобы выразить свой протест против грабежа наших богатств. Я примкнул к этой акции, как военный, который пострадал от мин. Я потерял свой глаз. Наши требования – конец минному террору и разграблению наших земель. Если вместо каждой мины посадить дерево, наша природа расцветет. Мы всегда будем рядом с нашим народом и нашим государством. Сейчас на прямую связь с нашей студией выходит наш гость Эльчин Алоу-Лу, главный редактор информационного агентства МИЛИАС. Эльчин Алоу-Лу, здравствуйте. Добрый вечер, приветствую вас. Эльчин Алоу-Лу, акция продолжается уже вторую неделю. Как заявляют активисты, они намерены стоять до конца. На прошлой неделе состоялась еще одна встреча представителей соответствующих структур Азербайджана с миротворческим контингентом. Однако успехом эта встреча не увенчалась. Вновь миротворческий контингент не смог обеспечить тот мониторинг, на котором настаивает азербайджанская сторона. Как долго, по-вашему, вообще может продолжаться эта ситуация? Мы все стали свидетелями, точнее, мы все живем в годину тяжких дум, как организованный российский классик. Во-первых, мы все стали свидетелями большой, очень грязной и придуманной провокации со стороны команд, командующим российским городским контингентом, генералом-майором Власовым. И я даже не знаю, как его назвать, эмиссаром, маринеткой или же клоуном из Шапито Рубена Барданьян. Мы будем делать все, чтобы провокации на дороге Гюрус-Ранки, особенно на Атрельске, Шушахарме, не продолжались. Вопрос не в том, что экологические активисты или представители государственных и неформальных структур проводят акции. Вопрос в том, что эта акция нужна местным армянам гораздо более, чем нам. Во-первых, разграбление природного богатства Азербайджана продолжается вот уже 32 года. За эти годы армяне вывезли ценные породы, древесину, генеральные вещества, золото, платина, порфиры, молитвен и много чего. Почти вся таблица Менделеева на сумму более 1 миллиарда долларов. Только за последние месяцы Азербайджан было разграблено 306 миллионов долларов. Но из этих миллионов и миллиардов ни один доллар не попал на то, что в Куршку, даже на стол местного армянина. Все деньги идут мимо него. Эта акция интересов также и карабахских армян, потому что мы хотим положить кодекс не только разграблению, не только разграблению, но и разграблению армян, которые ныне проживают в Антенгии, в Учар-Марске-Ране и Абдаре. Второй вопрос заключается в том, что Азербайджан требует от РНК, российского мирового контингента, соблюдать все условия трехстороннего доллара. Который кое заключается также в том, что этот доллар должен обеспечить не только безопасность местных жителей, но и неприкосновение суверенного границ Азербайджана и природных ресурсов. А на деле мы наблюдаем совершенно обратное. Третье. Мы не требуем провести односторонний мониторинг. Нет, вовсе нет. Мы готовы, чтобы в этом мониторинге участвовали также международные организации. Но те организации, которые отвечают своей объективностью, а не прорвенской позиции, или же двойными, тройными, или многими стандартами. Мы готовы предоставить все соответствующие документации по районным родникам, все факты разграбления, причем и хищнического разграбления природных ресурсов Азербайджана. Мы также готовы телепереговоры с международными организациями о проведении совместного. Не только мы со стороны государства, но и соответственно службы и структуры Азербайджана. И последнее. Армянские телеканалы, медийные структуры, политики, а также в особенности представители армянских диазонов во многих государственных странах бьют и от грудь, рыдают, плачут, что вот Карабахский армян находится в блокаде, злые азербайджанцы закрыли дорогу и пойти, и проехать. Там чуть ли не Карабахский армян, они страдают от голода, холода, якобы 120 тысяч. Я не знаю, откуда они это будут цифровать, я не знаю, но это понятно. Что они будут пытаться полностью использовать армянский ресурс, они якобы не знают, что идет. Никакой блокады и в помине не было, и нет. Все автомобили экстренно сложные, государственные сложные. Скорая помощь беспрепятственно, подчеркиваю, беспрепятственно проезжают через кордон мирной акции. Это мирные люди, которые ничего не требуют, никаких политических требований. Они требуют соблюдения международных законов, своих гражданских прав и особенностей. Соблюдение тех документов, которые подписала сама Армян. Да, между нашими странами пока что нет государственной границы. У нас есть только спорная граница, которая обязана и должна быть демонтирована и маркирована. Но кто-нибудь должен положить коридоризм минного террора. Речь даже не о том, что граждане азербайджане и азербайджанцы погибают на этих мирах. Вчера и позавчера четыре граждане Армении, армянинов, они двое были ранее, двое погибли, взорвавшиеся на мине, поставленные именно самими армянами. То есть идет также убийство армянам и самих армянам. Этот поручный круг должен быть разорван и в регионе наконец-то должен воцариться мир, покой и стабильность. Эко-активисты и представители государственной армии требуют именно этого. Никаких ущемлений права местного армянина, никаких требований, чтобы они тут якобы выходили. Ничего этого не было. Это все выгубки армянской госпропаганды. Мы же требуем соблюдения именно тех документов, которые подписывала сама армия. И она просто обязана их соблюдать. Иначе придется привлекать международную организацию к этому делу. А это ничего хорошего не сумеет самой армии. Эльч Мариум, я благодарю вас за комментарий. До свидания. Всего хорошего. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был наш гость, главный редактор информационного агентства Милли Ас Эльчин Алоу. Продолжаем выпуск. Вопреки дезинформации о блокаде, транспортные средства Международного комитета Красного Креста и армянские машины скорой помощи беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге. Об этом сегодня написал на своей странице в Твиттер начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджи Заде. По его словам, это повторяется несколько раз в течение дня. Утверждения о блокаде являются ложными, говорится в публикации. Отметим, что сегодня Международный комитет Красного Креста обратился к азербайджанской стороне в связи с доставкой пациента из Ханкианди в Армению. В сопровождении врача и медсестры участники акции создали условия для беспрепятственного проезда автомобилей Международного комитета Красного Креста по дороге из Ханкианди в направлении Лачина. Сегодня гуманитарные автомобили и машины скорой помощи Международного комитета, автомобиль с членами семьи одного из российских миротворцев, а также более 10 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, беспрепятственно проехали через территорию, где проходит акция. Гражданин России Михаил Александров объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана. 13 декабря 2022 года ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор юридических наук Михаил Александров, выступил с аудиообращением перед широкой аудиторией. Пытаясь подорвать отношения между Азербайджаном и Россией, он открыто призвал, цитата, «обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана». 19 декабря генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Александрова по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики. Ввиду достаточных доказательств в отношении Михаила Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста. Уже больше недели, как акция к активистам Каравахи и в целом ситуация в регионе находится под приставленным вниманием медиа. Переиначить суть происходящего активно пытаются некоторые армянские и проармянские СМИ, используя при этом видеоматериалы и трансляции с места событий телеканала CBC. Не пытаясь разобраться в причинах происходящего, горе журналисты стараются представить их в совершенно искаженном свете. СМИ, преимущественно армянские, продолжают использовать видеоматериалы телеканала CBC, который активно освещает протесты экоактивистов на дороге Лачинхан-Кянды. В некоторых случаях журналисты пытаются исказить суть сюжетов и обвинить ведущих и корреспондентов телеканала в якобы предвзятой позиции. Пользуясь кадрами азербайджанского телеканала, некоторые ТВ, Ютуб-каналы и различные интернет-издания создают информационные фейки. К примеру, Арарат Ньюс, используя в своем эфире материалы телеканала CBC, пытается обвинить его ведущих и корреспондентов в распространении якобы неправдивой информации. При этом демонстрируются лишь выгодные им кадры, либо те, на которых не видно основных событий, например, как создаются условия для проезда машин, в том числе автомобили снабжения российских миротворцев. Говоря об этих акциях, они умалчивают о главном. Азербайджанские ресурсы в Карабахе продолжают незаконно эксплуатироваться, а на освобожденных территориях Азербайджана чуть ли не ежедневно находят новые мины, которые могли попасть туда только посредством той самой Лачинской дороги. Помимо этого, в армянских и проармянских СМИ продолжает циркулировать дезинформация о прекращении газоснабжения этих территорий, которую в Азербайджане официально опровергли еще 14 декабря. Было распространено официальное сообщение «Азерегаз», в котором отмечено, что поставки голубого топлива на территории временного размещения российских миротворцев осуществляются Арменией, поскольку эти территории пока не интегрированы в систему газоснабжения Азербайджана. СМИРАЛИВА СЕБИСЕ 30-летняя оккупация 20% территории Азербайджана со стороны Армении оказала разрушительное влияние на экологию всего региона. Варварская эксплуатация и разграбление месторождений полезных ископаемых, незаконная торговля, браконьерство повлияли не только на состояние природных заповедников, но и повлекли за собой разрушение исторического наследия Азербайджана. Акция азербайджанских экоактивистов, проходящая на дороге Шуша-Ханкенды, стала основной темой декабря уходящего года. Участники акции добиваются проведения экологического мониторинга на территории, где на протяжении 30 лет армянской оккупации незаконно эксплуатировались рудники полезных ископаемых Карабаха. Это, в частности, золоторудное месторождение Газелбулах и медно-малибденовое месторождение Адамерли. Экоцит на азербайджанских землях стал причиной исследования, проведенного Центром стратегических коммуникаций и Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана. Главным исследователем выступил эксперт Центра стратегических коммуникаций. Когда началась акция экоактивистов, Центр стратегических коммуникаций начал исследование по месторождениям Газелбулах и Адамерли. У нас на руках были архивные документы со времен СССР, которыми мы и пользовались, а также американские спутниковые изображения. С которых в конце 70-х годов прошлого века был снят гриф секретности. Спутниковые снимки хранятся в специальном архиве геологической службы Министерства внутренних дел США и дают информацию о состоянии любой точки на Земле. Мы также пользовались методом дистанционного зондирования. Основным преимуществом этого способа является то, что можно проводить исследования, не находясь на местности. С 1979 по 1986 годы 20 разведывательных спутников сделали снимки практически всего земного шара, в том числе и Карабаха. По изображениям собирается, отслеживается и анализируется научная информация о состоянии природных ресурсов. Путем сравнения спутниковых снимков, сделанных в 1977 и 2022 годах, было установлено, что площадь лесного покрова на территории, где находится горно-промысловый комплекс Адамирли, была сокращена на 82 гектара. Кроме этого, армянской стороной на азербайджанских территориях было уничтожено свыше 2500 образцов архитектуры и культуры, относящихся к X веку. Эти разрушения за 2012-2015 годы учинила армянская компания Base Metals, занимающаяся незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых. Все эти данные были скрыты от мировой общественности. Я считаю, что требования наших экоактивистов оправданы. Там действительно произошла экологическая катастрофа. Наряду с экологами на территорию должны попасть историки и люди, занимающиеся исследованием культурного наследия Азербайджана. За почти 30 лет оккупации Армения уничтожила бесчисленное количество памятников, кладбищ, церквей, мечетей. Это все должно быть засвидетельствовано и доведено до внимания мировой общественности. Всего в Карабахе насчитывается свыше 150 месторождений с золотом, серебром, свинцом, оловом и другими полезными ископаемыми. Во времена СССР, до оккупации Армении и Карабаха, азербайджанскими геологами были проведены исследовательские работы и установлены запасы некоторых из этих месторождений. По данным имеющимся в Институте геологии Национальной академии наук Азербайджана, месторождение Дамирли содержало 435 тысяч тонн меди и 18 тысяч тонн молибдена. Месторождение Газелбулах обладало запасами в 46,5 тысяч тонн меди и большими запасами золота. А также недалеко от района Мехмаллы имеется свинцово-цинковое месторождение, в котором имелось 25 тысяч тонн свинца и 23 тысячи тонн цинка. Какие из этих запасов сохранились до наших дней, можно будет сказать лишь, когда на эти территории будут допущены азербайджанские ученые и проведены соответствующие исследования. Эллада Мамедова, CBC Аналитический центр STEM совместно с Институтом Кавказовидения Национальной академии наук Азербайджана проводит республиканский форум молодых ученых, который посвящен победе Азербайджана в 44-дневной войне под названием «Безопасность и вызовы на Кавказе». На повестке дня геополитические риски Ирана для Южного Кавказа, Армения все еще составляет угрозу для Южно-Кавказского региона, не идя на нормализацию отношений. Процессы в зоне российского миротворческого контингента, который все еще на форуме выступили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, депутаты парламента. В форуме приняли участие известные ученые, эксперты и политологи, которые обсудили основные политические, экономические и социальные проблемы региона. После 44-дневной Отечественной войны изменилась геополитическая конфигурация на Южном Кавказе. По сути, мы сегодня находимся уже в центре таких геополитических событий. Мы изначально провели отбор. В течение трех месяцев мы проводили отбор во всех вузах страны. К нам поступило достаточно большое количество обращений, более 200, можно сказать, тезисов. И у нас специальная отборочная комиссия наша, она выбрала 70 самых лучших специалистов, молодых специалистов для этого форума. Скандально известный американский сенатор Роберт Менендес в конце ноября выразил свое разочарование обсуждениями по американской политике на Кавказе, которые прошли в Сенате США. Политик пригрозил пожаловаться Энтони Блинкену и заявил, что Вашингтон недостаточно защищает армян. Однако параллельно стало известно, что голос армянского лобби, кубинский американец, обогатившийся благодаря щедрым подаркам от армян, заинтересовал правоохранительные органы Соединенных Штатов. И против него ведется расследование по делу о коррупции. Роберт Менендес, американский сенатор из штата Нью-Джерси, глава комиссии Сената по международным отношениям. Человек, про которому можно было бы сказать, что сделал себе прекрасную, даже безупречную карьеру политиков в такой великой державе, как США. Однако, к сожалению, на этом положительные слова про Менендеса заканчиваются. Голос армянского лобби – насильник и коррупционер, ярый туркофоб и продажный конгрессмен. Такими эпитетами Менендес известен куда более. С началом Второй Карабахской войны Роберт Менендес получил приказ от армянского лобби, которое кормило и продолжает его кормить. Буквально с 27 сентября Менендес усилил свою антиазербайджанскую и антитурецкую риторику. Встречался с сенаторами, губернаторами и продвигал идеи армянства. На самом же деле, американскому сенатору следовало бы больше заниматься проблемами Соединенных Штатов. Однако, любое выступление или интервью сенатора сводится к теме армяно-азербайджанского конфликта. Это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Точно неизвестно, когда случилось первое знакомство Менендеса с армянами США. Однако, именно его считают адвокатом армянских интересов в этой стране, посвятившим почти всю свою карьеру признанию Белым домом так называемого геноцида армян и независимости сепаратистского территориального образования в Карабахе. Он делал и продолжает делать это открыто, что вызвало вопросы у многих граждан США. В 2015 году против сенатора было предъявлено обвинение в коррупции. После долгих разбирательств дело было замято, однако Конгресс Соединенных Штатов вынес ему строгое предупреждение. Естественно, такой скандал не был в интересах ни армянского лобби, ни правительства США, ни демократической партии. Поэтому многие факты дела были мастерски уничтожены. Однако похождения Менендеса на этом не заканчиваются. В это же время стало известно, что пожилой политик замешан в скандале с изнасилованием двух несовершеннолетних девушек из Доминиканской республики. 16-летняя девушка утверждала, что часто гость острова Менендес приглашал вместе со своим другом доктором Селомоном Мелджином несовершеннолетних и устраивал пьяные развратные вечеринки. Это не первый скандал, связанный с Менендесом. Ранее девушки давали прессе интервью, в котором признавались, что оказывали сенатору интимные услуги. Одна из женщин утверждала, что начала встречаться с политиком, когда ей исполнилось 16 лет. По ее словам, она встречалась с Менендесом по крайней мере три раза в 2009 году. Сам Менендес отрицает, что имел контакты с этими девушками, но полиция провела обыск в офисе доктора Мелджина, имя которого то и дело всплывает в прессе в связи с предполагаемыми похождениями, который он организовал в Доминиканской республике. Между тем, в ноябре 2013 года две доминиканские эскортницы обвинили Менендеса в том, что он якобы заплатил им за интимные услуги 100 долларов вместо обещанных 500. Тему освещали ведущие СМИ Америки, в том числе агентство Reuters и Daily Mail. Американский сенатор кубинского происхождения впервые попал в палату представителей Конгресса США в далеком 1993 году. В 2006 году стал сенатором. Считается, что именно тогда Менендес начал продвигать идеи армянского лобби и за это время знатно обогатился. Сам Менендес перестал скрывать свои связи с армянами еще несколько лет назад. Расставшись со своей женой Джейн Якобсен в 2005 году, Менендес попал в круг завидных женихов армянского сообщества в США. В итоге, после долгих поисков, он женился на богатой армянке Надин Арсланян. Как рассказывал сам сенатор, они познакомились на одном из предвыборных митингов. Не секрет, что на подобных мероприятиях бывает много представителей армянского лобби, так как именно они являются основными донорами примерного слуги армянства. Не исключено, что бизнесвумен Арсланян и сама пожертвовала огромное количество денег на переизбрание Менендеса, после чего он, как и полагается, был обязан на ней жениться. Таким образом, 69-летний сенатор из друзей Армении превратился фактически в члена семьи. Однако на этом беды Менендеса не закончились. Два месяца назад американские СМИ заявили, что сенатор вновь находится под следствием. В рамках уголовного дела о коррупции в отношении него ведется расследование, что подтвердили и в его офисе. Прокуратура и ФБР пока не выступили с комментариями о подробностях дела, но известно одно – на этот раз все намного серьезнее, ведь незаконное получение миллиона долларов и дорогих подарков от друзей армян имеют более тяжелые последствия, чем развлечения с молодыми доминиканками. Мурад Ахундов, CBC. Ну а сейчас в эфире блок экономических новостей, который представит моя коллега Нигяр Рахманова в рубрике «Финтаймс Корбарен». Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке подводного электрического кабеля по дну Черного моря для обеспечения азербайджанской энергии Европы. Почти 1200-километровый кабель будет передавать электроэнергию из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрию. Проект должен быть реализован в течение шести лет. Участники считают, что поставки из Азербайджана будут более надежными и сбалансированными. Более подробно эту тему мы обсудим с Эльмирой Горжаевой. Она сейчас с нами на связи. Эльмир Ханум, здравствуйте. Здравствуйте, Нигяр. Здравствуйте. Можете ли объяснить, как будут происходить поставки? Маршрут здесь ясен. Через Грузию, в Румынию и Венгрию по дну Черного моря будет поставляться азербайджанская электроэнергия. Но посредством какой инфраструктуры это будет происходить? И почему принято считать, что эта электроэнергия зеленая? Да, конечно же, на сегодняшний день мы считаем, что возобновляемые источники энергии, как указывается в национальной стратегии 2030, один из пунктов, конечно же, там все-таки достижение зеленого роста. Мы прекрасно понимаем, что Азербайджан на сегодняшний день актуальным является альтернативные источники энергии, такие, как мы и говорим, на солнечной, водяной и ветровой созданные, что, конечно же, снижает себестоимость продукции. Мы прекрасно понимаем все это, наверное, нечистой точки зрения. Конечно же, подписание соглашения между правительством Азербайджана, Руси, Румынии и Сербии, Венгрии, извиняюсь за стратегическое партнерство, это, конечно же, в сфере передачи зеленой энергии, она, конечно же, тоже имеет амбициозный проект, это характер, так как мы прекрасно понимаем, что до этого также было подписание между Азербайджаном и Сербией о поставке электроэнергии, а также надо думать, что на Южном Кавказе, Азербайджан, есть перспективы для того, чтобы он, конечно же, наращивал электрическую здесь поднапротную хаба. Надо сказать, что зеленая энергетика, она в сегодняшний день в европейских странах, с учетом промышленной революции 4.0, является всегда осполагающим. Мы знаем, что фактически сложный период, сложный такой вот период в Европе. Азербайджан себя зарекомендовал, надо отметить, к месту как важный стратегический партнер. Прекрасно понимаем, что вот именно надежный партнер для Европы, это вкладка прежде всего в энергетическую безопасность на европейском рынке, он сегодня очень важен, это подчеркивается также в Евросоюзе. Европа, конечно же, Азербайджан будет в поставках электроэнергии играть в последующем будущем. Надо сказать, что Румыния должна и дальше развивать свои экономические, политические здесь отношения с Азербайджаном, Грузией. И также надо сказать, что в Черноморском бассейне фактически по этому углублению данных стратегических, долгосрочных, надо отметить, к месту отношений, отвечает большим интересам. Значит, как Азербайджан, так и, конечно же, здесь надо указать Румынию. Ну, то, что подписание здесь стратегического партнерства в Румынии, это опять-таки говорит о шансе, который обеспечит энергетические балансы. Кроме того, части электроэнергии, производимой в Восточной Европе, поступают из ископаемых источников, надо отметить. И, естественно, природные ресурсы, они исчерпаемы, поэтому в большем случае здесь говорится также экспортным о том, что от этого нужно отказываться. И поэтому возобновляемые источники энергии, они являются необходимыми на данный момент, так как здесь по всему Европейскому Союзу легче выполнять поставленные задачи в данной области. Как слышно, Илья Михайловна, и вы не случайно подметили, кстати, Сербию, потому что президент Бучич также выражал заинтересованность в том, чтобы построить необходимую инфраструктуру, чтобы присоединиться уже в дальнейшем к Южному газовому коридору. И в этом отношении хотелось бы узнать, что страны, которым будут поставляться энергоресурсы азербайджанские, это государства, в общем говоря, Восточной Европы и Балканские страны. Насколько сотрудничество Азербайджана и этих стран трансформирует энергетические перспективы Европы? Да, конечно, надо сказать, что здесь также вместо можно ее указать президента европейской комиссии Урсула фон Бергляйн, которая неоднократно отмечала о том, что диверсикация в сфере электроэнергии, она также важна для Европейского Союза, а также партнерства на Южном Кавказе и поможет добиться перехода к чистой энергии. Это дословные ее слова. Надо сказать, что именно диверсикация в сфере электроэнергии дает интеграцию возрастающей доли вознагражденных источников энергии для мощных интерконнекторов электроэнергии. Место даже можно указать, что недавнее подписание президентом указа здесь тепловой электростанции Азербайджана, открытие 7-го и 8-го коннекторов тоже имеет большое значение для Азербайджана, так как именно в сфере передачи линии электропередач, здесь которая, как вы отметили, будет проложена через Черное море, и фактически это будет также воссоединять, как мы и говорим, здесь цифровые коммуникации, как тоже об этом было сказано, потому что цифровая коммуника на сегодняшний день является одним из таких вот исполагающих, которые будут связывать обе стороны Черного моря с регионом Каспийского моря. Вот это надо сказать, и, естественно, для того, чтобы передавать вот здесь электроэнергию из возобновляемых источников в Европейский союз через территории Румынии и Венгрии. Ну, этот проект, конечно же, он прежде всего, что позволит усилить энергетическую безопасность поставок, это мы неоднократно тоже указывали, это было указано, конечно же, при встрече, а также вот реализация данного соглашения в области развития и передачи зеленой энергии будет, конечно, обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Что же здесь касается диверсикации энергии, она тоже здесь, конечно, располагающая, и надо отметить, что Азербайджан, с учетом того, что он является поставщиком нефтегаза, сейчас на перспективу в 2023 году, о котором говорится в январе 2023 года, это прежде всего наращивание электроэнергии. Ну, и фактически вот достижение данных целей между, конечно, Азербайджаном, Брузией, Венгрией и Румынией, вот надо здесь вот так же делать было на то, что при выступлении президента также сказал, что должны работать как одна команда в тесном сотрудничестве. Ну, и здесь, конечно, с учетом координации Европейского Союза, и, как я указала, даже здесь вы указали, что вот президент как раз-таки Венгрии подчеркнул в нынешних условиях вот данных лидеры должны обеспечивать, скажу, вот экономическую, энергетическую безопасность своих стран, и для этого, конечно же, необходимо прежде всего наращивать отношения и делать, конечно же, уклон на акцентирование на Азербайджан с целью того, что всегда он открыт, значит, сотрудничество с Европейским Союзом, и это, конечно, заслуживает одобрения. Альбер Ахам так точно продолжит цитировать также слова венгерских официальных лиц. Медвенгрия Петер Сиарта также говорил о том, что азербайджанские энергоресурсы это надежные и стабильные энергопоставки. Спасибо за то, что подключились. Я напомню, о том, подписание соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией мы обсуждали с доктором философии по экономике Эльмирой Годжаевой, а мы продолжаем выпуск. Паша Холдинга запускает собственную программу по социальной поддержке детей до 18 лет военнослужащих Азербайджана, которые отдали свои жизни за победу в 44-дневной отечественной войне, а также во время армянской провокации в сентябре 2022 года. В течение 2023 года будут реализованы проекты в образовании, здравоохранении и других сферах для детей из этой категории, которым на данный момент не исполнилось 18 лет. К различным праздникам Паша Холдинга и сеть супермаркетов «Браво» передадут детям героев праздничные продуктовые наборы, первые подарки доставят темям уже с 22 декабря текущего года. Помимо этого, эти дети будут застрахованы со стороны Паша и Иншуренс, и страховочный пакет будет обширным, будет включать в себя и стоматологические обследования, и обследование лечения хронических заболеваний и так далее. Проект планируется быть долгосрочным, так как тема сама находится в центре внимания Паша Холдинга, но, естественно, с внесением определенных изменений в зависимости от потребностей. В целом на проект выделено около 2 миллионов АЗН. Такие благотворительные проекты имеют большое значение для развития Азербайджана и помощи людям, нуждающимся в поддержке. Считаю, что этот проект откроет перед детьми героев новые большие горизонты, чтобы они чувствовали себя сильнее и увереннее в обществе. Как член семьи Героя благодарна Холдингу за участие в этой акции и надеюсь, что такие проекты обеспечат светлое будущее наших детей. Пакистан рассматривает Азербайджан в качестве источника для диверсификации поставок энергоресурсов. Основанием для этого служит относительная близость рынков, а также братские отношения между странами, которые неоднократно подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев. К примеру, азербайджанское правительство в ноябре этого года приняло решение освободить импортируемый из Пакистана рис от таможенной пошлины. До этого она составляла 15%. Данная преференция будет действовать до 31 декабря 2027 года. Но на ближайшую перспективу важно то, что отныне Исламабад и Баку развивают отношения не только в транспортной сфере, но и в области энергетики. Мы знаем, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами. Пакистану с быстро растущим населением численностью в 220 миллионов человек нужно много энергии. Для доставки нефти и газа из Азербайджана Пакистан планирует использовать маршрут через Иран. В последнее время пакистанские грузовики отправляются в Азербайджан через Иран на расстоянии в 3870 километров. Путь от Пакистана до Азербайджана занимает 8 дней. И я думаю, что это небольшое расстояние. Это не только увеличит торговлю между Исламабадом и Баку, но и поможет Пакистану в удовлетворении энергетических потребностей. Напомню, что Пакистан недавно выразил заинтересованность в поставках энергоресурсов из Азербайджана. К этому часу у меня все. Олег. Большое спасибо, Нигер. Нигер Арахманова представила выпуск Блока экономических новостей. Наш выпуск новостей на этом подошел к концу. Оставайтесь с телеканалом CBC. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин